Грабли, метлы и лопаты при наведении порядка на земле стали незаменимыми орудиями труда белорусов. 17 апреля, в день республиканского субботника, закипела работа на многих площадках сморгонщины. Каждый для себя выбрал посильный объем работ. Посадить деревом, помочь в реконструкции или ремонте какого-то объекта, убрать прошлогоднюю листву, вывести мусор. Заметим, инвентаря хватило всем. К общественно полезному труду в районе подготовились тщательно. Большое внимание было уделено приведению в надлежащее состояние историко-культурных ценностей, мемориальных комплексов, мест боевой и воинской славы времен Великой Отечественной войны. Сколько за плечами субботников глава района Геннадий Хоружик уже не сосчитает. Но цифра давно перевалило за сотню. Точно я не вспомню, сколько их было, если считать, с детского и юношеского возраста, в школе, с Оксебрат, с Пионер, с Комсомола. И вообще считаю, что такие мероприятия, неважно, что называется, субботник, наверное, раньше было хорошее наше белорусское слово «талака», и собирались вместе определенная группа людей для того, чтобы выполнить ту или иную задачу. Допустим, там надо срочно построить дом хорошему сельскому жителю. Вот совместными усилиями, или уже там наши советские далекие времена, да, после революции, да, строили школы совместно. Все собирались, общее дело. Каждый хозяин, каждый, неважно, это государственное предприятие или собственность, или частное, или индивидуальное предпринимательское, каждый должен после так называемой зимней спячки посмотреть, какое состояние предприятия наружи, дворовая территория, в том числе и собственник жилья. Небольшой экскурс в историю. Как добровольный труд во внерабочее время, субботники зародились более ста лет назад. В ночь на субботу 12 апреля 1919 года 15 рабочих железнодорожного депо на Казанской железной дороге по собственной инициативе остались после смены в цехе. Они проработали дополнительных 10 часов и отремонтировали три паровоза. В разгар гражданской войны и военной интервенции подобная помощь была существенной. Идею подхватили другие. Субботники – это проверенная жизнью добрая традиция. Таким мнением поделилась Светлана Ивановна Паюченко. В советские времена тоже ходили на субботник. Был это очень большой трудовой праздник и очень приятно, что сегодня тоже собралось такое большое количество. Все, кто работал, все шли, всем это было, ну, скажем так, очень приятно принять участие в этом субботнике. И все гордились даже тем, что они вышли на субботник, что они своим трудом делали красиво все. Подобные субботники помогают людям не только создать эстетичное пространство вокруг себя, но и несут в себе ряд важных воспитательных задач, обозначили работники средней школы номер один. Наряду со старшим поколением усердно трудилась и молодежь. Я первый раз на субботнике занимаюсь уборкой территории. Дома что-нибудь сделаешь вместе с родителями? Да, помогаю убираться, мою посуду, подметаю дома, мою полы иногда. В моем возрасте я уже могу делать многое, приучен к труду, и это приносит довольно большую пользу. Нам помогает волонтерский отряд «Открытые сердца», «Первая школа». Мы стараемся всегда поддержать акты, всегда помочь. Мы выходим практически всегда первые. Ребята у нас очень активные. Детки должны привыкать к труду с самого детства. Они должны помогать, они должны развиваться. Я считаю, что это правильно. Полежать на диване я успею всегда. Вот работать здорово, помогать взрослым. Возвращение на малую родину – важное событие в жизни каждого человека. В интервью журналистам озвучил заместитель начальника главного управления идеологической работы по делам молодежи Гродинского облсполкома Сергей Шумейко. Вместе с земляками в этот весенний день он работал на территории парка «40 лет победы». Общими усилиями – любое дело по плечу. В разговоре Сергей Степанович отметил рад, что довелось не только приехать в родные места, но и сделать хорошее дело. Отрадно видеть, как преображается Сморгонщина – край богатый на исторические и культурные события. Чувство замечательное, потому что здесь, на Сморгонщине, я вырос, учился в школе. Отсюда я поступал в университет. И всегда приятно возвращаться на свою родину, общаться не только с родными и близкими, но и с теми, с кем я и учился, и общался в свое время раньше. Поэтому это всегда какие-то приятные такие ощущения, ожидания, приятные эмоции всегда. Мы всегда должны помнить и свои корни, и своих родителей, и места захоронения наших бабушек, дедушек, и прабабушек с прадедушками. Мы должны убирать не только в своем дворе, но и убирать вокруг, убирать именно там, где мы живем, где жили, и для того, чтобы наша страна становилась все краше и краше. Символично, что в год народное единство народ Беларуси сплачивается, и объединяется вокруг какой-то одной идеи, и все делаем вместе. Так и должно быть. Многие предприятия и организации принимали участие в субботнике финансово, собирали деньги и перечисляли на специальный счет. Часть собранных средств направят на капитальный ремонт мемориала переправа, который открыли в 1976 году как символ памяти о гвардейцах-освободителях. Этот мемориал требует серьезного ремонта и немалых финансовых вложений. Остальные деньги будут выделены на медицину и образование. Например, требует ремонта крыша на здании социально-педагогического центра. Дальнейшая деятельность по благоустройству на Сморгонщине будет продолжаться. Ни один погожий денек не пройдет зря.